Давайте помолимся несколько минут. Пожалуйста, Ашеры, помогите, пожалуйста, быстро всех посадить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 и ритуальные и методологические вопросы. Запрещающим вступать в брак. Употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Дабы верны и познавши истину вкушались благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ни что не предосудительное, если принимается с благодарением, потому что освещается словом Божьим и молитвам. Видите ли? Апостол Павел, который имеет знание от Бога, он освобождает сознание религиозных людей от власти идолов. И он говорит о том, что все, что Бог сотворил, для употребления в пищу, оно должно приниматься с благодарением. Потому что, если мы откроем 14 главу послания к Кримлинам, в этой церкви разгорали споры. Одни ели только овощи, другие ели мясо. Тот, кто ел овощи, это ячейка вегетарианцев, они говорили, вот тот, кто ест мясо, они в церкви не войдут. Те, кто ел мясо, говорили, да подавитесь вы своему крупу. Вы вот точно не попадете, потому что немощно ест овощи. Представляете, на каких вопросах люди сталкивались лбами? Откроете, пожалуйста, 14 глава Римляна. Это был целый диспут. Начинается с тех людей, глава посвящена немощным вере. Вы знаете, я боюсь этот титул. Меньше всего бы хотелось, чтобы однажды обо мне сказали, немощный вере. Если у тебя немощная вера, у тебя немощная судьба, если ты немощный, значит ты больной, значит ты неполноценный. Гордиться религиозными предрассудками аморально. Потому что немощь никогда не была признаком гордости. Это не некогда отзывы. Немощная вера принимайте без споров о мнениях. То есть, сам статус этого человека отзывы. Это как с больным человеком. Это как слим человек. Я добавьте, пожалуйста, сельдерея, укропа. Я хочу, чтобы ко мне относились к нормальному человеку, с которым можно было и пообщаться, и подискутировать. И даже если кто-то не согласен, мы бы познакомились с разными мнениями. А когда говорят, нет, с ним бесполезно. Вы знаете, это позорный цитул. Здесь ничего нет похвально. У каждого человека должна быть на самом деле четко сформулирована жизненная позиция, обоснованная и словом Божьим, и обоснованная жизненным опытом. Ну вот, смотри, о чем говорят люди. Мне было скучно в этой церкви, где спорят на кулинарные темы. Целые семинары, целые конференции были на тему диетологии. И, но уверен, что можно есть все, а немощно есть овощи. Видите? Есть люди, которые все едят. Поднимите руки, кто ест все. Отлично. Значит, у вас совершенная вера. Значит, вы верите, что Бог все и во всем. И по 1 Тимофея 4,6 мы все, что Бог смотрел, мы принимаем это с благодарностью. Поэтому молодцы. Пусть никто не ограничивает ваш репертуар на кухне. Смотрите, кто ест, теперь этические нормы. А я не задавал вопрос, а кто ест только овощи? Опустите руки, не надо поднимать. Сейчас вообще скоро нечего будет есть, да? И смотрите, правила поведения, но разнообразие религиозной совести. Вот этот есть все, а этот есть только овощи. Отношения должны быть с пониманием и с уважением. Смотрите, кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, тот не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Вот интересно, и того Бог любит, и этого. Но давайте отнесем кулинарные вопросы к вопросам второстепенных. Это не играет никакой роли для Царства Божьего. Царство Божье не пища и питье, не мясо и не овощи. Павел в другом месте говорит, пища не приближает нас и не удаляет нас от Бога. А мы и так пища это область второстепенных вопросов. Поэтому никогда не преувеличивай значение второстепенных вещей. Мы должны всегда понимать, что в центре Иисус, спаситель мира, который прощает грехи, который исцеляет болезни, который освобождает людей. Это главное. Преувеличить это значение мы никогда не сможем. И в центре наших дискусий и нашего внимания должно быть главное, великое поручение. Амен. Мы не должны тратить времени на решение, особенно бесконечное решение второстепенных вопросов. Кто ест? Ради Бога, ешь. Не ешь. Ради Бога, не ешь. Я не буду ставить камеры на твою кухню. Я не буду ставить камеры на твою кухню. Кто ты осуществляешь чужого раба? Кас ты тази, что ты тезискат цити калпу? Перед своим господом стоят или падают или падают или крит или крит завам кунгам перри ел упал и будет восстановлен и будет восстановлен разбираться Бог с ним и Бог силен восстановить его, потому что не надо отвечать за него, ты не мама. А он не сыночек. Амен. Иной отличает день от дня, а другой судит всяком дне равном. Дрожен иет рун пар сабат или наше латвийске травни праздник можно в суботу что-то делать или нет для одного это грех. Он просто весь день всю суботу лежит на диване и смотрит СНЛ и говорит это субота день покой. А мы собрали сюда и многие судят. Вы же нарушаете суботу. А у нас четверг сегодня. у каждого свое мирило. Знаете, самое главное не пытаться стать Богом. Мне кажется, зрелого человека заключается в том, что он позволяет Богу быть Богом, который со всеми разберется. А ты как человек, ты такой же как и другой перед Богом. Иной отличает день от дня, другой сухи всяком дне равна. Всяки поступают по удостоверению ума своего. По крайней мере ума своего, у тебя есть знания. И блажен человек, который не осуждает себя в том, что избирает. Поймите, мы должны признать, что существует разнообразие религиозной совести. Мы все воспитаны иначе. У нас баграют у каждого. Мы не алвянные солдатики. Мы не должны быть заточены, как все одинаковые. Одинаковые демки, одинаковые прически, походки, галстуки. Все кричат и все ухмельяются и все одинаковые. скучно. Мы должны на самом деле во второстепенных вопросах быть все разные. Кто-то должен есть, а кто-то не есть. разнообразия. Теперь в кафе зайдем, будем так, сегодня ты не ешь. Сегодня роли поменялись. То есть всякие поступают. Я бы очень хотел, чтобы мы подчеркали правила взаимодействия. Смотрите, правила номер один. Если ты считаешь, что это слабый немощный человек, это ваишся человек. Принимай его без споров о мнении. Просто принимай таким, как есть. Правила номер два. Не осуждай того, кто не похож на тебя. Это очень важно. Это очень важно. Не суди и несудимый будешь. У нет тихо царит. Правила номер три. Поступай под удостоверение своего ума. Рикой из пет савас паарлицейбс. Что такое удостоверение? Кас и паарлицейбс. Удостоверение это определенный документ. Это как татс документ. Где стоит печать. И документ обычно выдается проверенному человеку, у которого есть определенная квалификация. У нас сознание есть удостоверение. Это моя шкала. Я считаю, что это правильно для меня. Все, это мои правила жизни. Я по этим правилам живу. Майя туфли стая отбуд здесь. Нравится кому-то. Когда я выхожу, чтобы их неизкать, я туда не реагу, иду с рамки домой. Это мои правила. Это манна ликма. Амен. Одни хозяйки моют посуду вечером. хозяйки моют посуду вечером. Другие хозяйки посуду моют утром. Каждый поступай по удостоверению ума своего. А третий хозяйки вообще не море. И они в праве судить. Потому что посуда однеразвы. Некоторые пари. Да, даже пари. Они вообще в ресторан заезжают ужинать и дома вообще ничего нет. Как договорились? Тебе не надо раздражаться. Не мое посуду. Человек одевается при чём когута сделает. Расслабся. Не мешай ближнему позориться. То есть не мешай ближнему быть самим собой. И стоит он или падает он перед своим господом. Амен. Главное чтобы конечно не воняло. Чтобы не создавать вокруг дискомфорта. А всё остальное о вкусах не спорят. Амен. Каждый поступает по удостоверению. Ума своего а не чужого. Знаете я уважаю человека у которого есть своё мнение. Вот у меня вот такой вкус. Я вот люблю классические детства. Вот есть у меня друг который одевается непонятно как. Сначала я раздражался он любит вот так одеваться. Вот у меня еще там среди родственников есть. Как он одевается? Я вообще не понимая. Мы конечно в нашем возрасте уже отстали от жизни. Он навесит сюда кучу цепей. Там крестов. Он весь как будто порванный. Как будто ползал всю ночью где-то перед Богом. Пасфальти. Я смотрю думаю. Я думаю. чё это такое? Как будто дикарь какой-то. Ну круто. Оказывается это дорого порванная одежда стоит. Оказывается нормальная одежда дешевле чем та. Ну да ради Бога пожалуйста позвольте каждому человеку иметь свое лицо. Это раз. И второе позволь себе самому выработать свой стиль жизни. Мы должны подражать друг к другу. О этот человек перекрасился. Я тоже перекрасываюсь. Этот человек ест овощи. И я тоже буду ест овощи. А чё ж ты не повторяешь? Он бегает пять километров. Ага. Ага. Оказывается есть такие легкие варианты. А еще те которые все худеют худеют. Я честно скажу что это иллюзия что всем мужчинам там прямо дико нравятся только худые. Твои пышные формы это особенность твоя. Будь собой. хорошего человека должно быть. Лаба человека я буду. И не надо говорить ой что-то у меня здесь. Ой у меня тут какой-то вы знаете любой дом с шикарным крыльцом он стоит дороже. И квен ма и лаб макс дар гак поэтому не волнуйся. Тебе все дома одинаковые. Вис ма девятиэтажки вот сейчас эксклюзив балконы крыльца крыльцо полисадники поэтому бог каждому из нас дал право быть самим собой. амэн я раньше тоже думал что такое короткое я хотел быть длинным мы одевали вот такие туфли вот с такими колонками оказывается счастье не зависит от этих внешних габаритов боже мой сколько несчастных людей высоких они специально с туристов доходят потому что считают что это слишком колонча хожу здесь как другой тянется да не надо никому быть похожими друг на друга потому что на самом деле ценность человеческой личности это внутри вот человек коммуникабельный человек просто с чувством юмора у человека есть хорошее настроение да вот от этого все зависит поэтому будь самим собой и поступай по удостоверению ума своего кто различает не для господа различает кто не различает для господа не различает кто есть для господа есть ибо благодарит Бога а кто не есть для господа не есть и благодарит Бога Ибо никто из нас не живет для себя И никто не умирает для себя Павел здесь типа расписался за всех Все все для Господа делают И едят, и в туалет ходят И бегают для Господа Хотя, если тебя спросить, ты что для Господа делаешь? Кроме десятины, не знаю Ну, по крайней мере, хочется верить в этот оптимизм апостола Павла Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И так далее Десятая А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Капец ты не цинишь брата? Все мы представим на Суду Христо И 15 Если же за пищу Агарчается брат твой То ты уже не по любви поступаешь Не губи твоей пищи Того, за кого Христос умир Не веет ар савей день Постал то, по кое Христос мир Да не хулица ваша добрая Тад, лая не то, что ж у нас Тас лабайс Ибо царство Божи не пища и пища Но праведность и мир и радость во святом духе То есть этикета нашего поведения Я должен знать Кто рядом со мной И учитывать И его запрос Когда меня пригласили проповедовать В православный храм Я понимал, что я там не могу себя вести так Как я веду у себя дом Потому что там алтари Там Христос нарисованы Там Христос уязвимы Когда туда попадаешь Там другая аура И здесь должен работать принцип Для еленов я был как елен Чтобы приобрести елену Для Варвара я был как Варвара Чтобы приобрести Варвара Для подзаконных я был как подзаконных Для того, чтобы приобрести Вопрос Человек, который не так мыслит, как я Отдевается не так Дербежа не так Но каким-то образом Получилось, что вы оказались вместе Первое Запомните Для того, чтобы оппонента Привратить в союзника Первое нужно создать атмосферу Потому что во первых Человек эмоциональный А во вторых Рациональный Атмосфера первична А информация вторична Если человек С другой совестью С другим пониманием жизни Почувствовать Что ты расположен К нему У тебя уже ключ от его сердца Для того, чтобы что-то Что-то изменить его сознание Не заповеди Не ликуми Не осуждения Не стоповеди Не информации С атмосферой Ты принимаешь его Таким, как он есть Это искусство Которым в совершенстве Обладал Иисус Который не был перед ним Лайкас рейбут Виним Он их принимал Таким Какими они были Которые Я десек пор Учусь Этим искусств Мне легче всего Общаться с теми Кто похож на меня С полуслово Понимаем Один социум Уровень Интеллектуальный Духовный А вот человек С всем другом И как Первое, что начиналось Надо любить людей Какими бы они не были Уж чего-чего Но мне кажется вот этого Нам серьезно И не хватает Нас раздражают люди Которые с нами не согласны Нас раздражают люди Которые молятся не так Они А priorи уже наши соперники Иисус Он совершенно иначе Относился к людям Фарисеев это бесило Он ест и пьет Смутерами Грешникам Грешникам И все эти грешники Целлись к нему Пачиму? Капец? Ну что фарисеи Тепец, как фарисеи Говорили, мы святые А вы Ничтоши Ну Иисус Он сидел И смотрел Эта женщина Грешникам Впервые Впервые в жизни Пачувствовали Смутерами Что ее никто не осуществляет Что ее никто не осуществляет Что ее хоть кто-то принимает В основном принимали ее тела И ее тела И ее тела И ее тела Грешникам Это искусство Реформация Человеческой личности Начинается с реформация Его совести А поскольку совести Штука духовная То чтобы ее поменять Нужны духовные методы Первое Это любовь Первое Это понимание Это прикосновение Духа святого Яна плака Иисус Смотрел на нее И говорит Кому много прощено Тот много любит Мне кажется Зрелость Наша зрелость Заключается в том Что Мы принимаем человека Таким Каким он есть Там где-то написано Что Поспешим к совершенству Что такое совершенство Что такое совершенство Совершенство Это быть Объективно Будь объективно Иисус Человек говорит Будьте совершенны Как совершен Отец небес Ибо он Повелевает Солнцу Своему Возходить Над злыми И над добрыми Он Повелевает Дождям Повел Летем Повелевать Повелевать Язычники Повелевать Повелевать Язычник Он Он говорит Хочу сразу Гребу Открыть Карты Я Громосексуалист Я Пришел к вам Как человеку Который Сражается Но знаете, что кроме тех, кто пропагандирует, это зло. Есть очень много жертв. Я один из них. Я был в вашей церкви 15 лет назад. Он рассказал жуткую историю. В какой семье он рожден был. Я говорю, не знаю своего отца. Меня мать начала после какой-то вечеринки. Я, по сути, ничего не помню с детства, кроме жутких загулов в моем доме. На глазах подростка. Это был сплошной бордель. И вопросы, связанные с сексом, они меня наглухо закрыли. До 16 лет я был ассексуален. То есть, к сексу у меня было вообще все глухо застегнуто. А к 18 годам я с ужасом обнаружил, что меня тянет к мужчинам. Вы как утверждаете, что я с гомосексуалистами не рождаюсь. Что я с гомосексуалистами не рождаюсь. Гомосексуалистами рождаюсь. Это как ратасловная проклятия. Это как болезни, которые приходят из поколения в поколение. Я слушал этого человека. Я слушал этого человека. У меня бароли с два чувства. С одной стороны, без глухости. И какого-то глухого внутреннего раздражения. И, с другой стороны, пароли с чувством, некого сстрадания, потому что человек пришел за помощи. Но вы столько сражаетесь на барикадах во страженности стенах. А мог ли бы мне помочь? А я не мог помочь. Я просто сидел. Я чувствовал себя человеком, который вверху плоск застает. Кур вверху, который вверху плоск застает. А ты не знаешь, как помочь. Я слушал. Я слушал. Смотрел на него. И молился Богу. Лудз Деву. Я не знаю. Как принимать его. Как принимать его. Но, по крайней мере, зрелость, это не судить а с пониманием относиться к человеку. И по возможности. Чем-то помочь. Я убеждаю, если бы он пришел к Иисусу. Он бы ему помог. Я сделаю все, что я смогу. Я молился. Я лудз. И когда молился. У когда лудз. Я был человеку пришел к такой сестратизи. Я молился Богу помог. Я лудзу Дева, таки тысячи. Таи тысячи. Таи тысячи. Тисячи. Жертв. Греха, беззакония. Это то, что делает дьявол. Это то, что делает дьявол. Это то, что делает дьявол. Растливай людей. Когда дети рождаются в таких ужасных условиях. Несут дьявол. Принимать людей такими, какими они есть. Я ему сказал, для нас это новая тема. Для нас это новая тема. У нас есть реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов. Но гомосексуалисты или зависимость от этого нас это еще... Мы только с этой темой знакомимся. В Америке есть это реабилитационные центры. Может, вы могли обратиться туда. Ну, дай Бог, чтобы ты однажды встретил. Того человеку, который мог тебе реальнее помочь. Мы расстались. Не скажу, как друзья. Но скажу точно, что никак враги. И таки ситуации. Они как-то меняют парадигму. Мы склонны красить мир черно-белыми красками. Это наши. Это наши. Это ваши. Это мы. Это они. Это свои. Это чужие. Это юди. Это юди. А это самаряне. Это наши. Это наши. Это наш гляд на жизнь. Но Иисус другой. Но Иисус другой. Когда появляется Иисус, когда появляется Иисус, юди с самарянами начинают общаться. Этим людям нужно что-то от Бога. Я знаю, что люди одиноки в этом мире. Люди в этом мире одиноки. И может быть вот атмосфера в первую очередь. Можешь быть атмосфера в первую очередь. Человеку нужна. Человеку нужна. Бог творит чудеса. Диос дар бринумс. Вы знаете, много вещей есть нестандартных. Мне давно задали тоже один вопрос. Можешь, продукт воспитания советской эпохи. В Советском Союзе не было катастрофа. Там не было наркомании. Не было инвалидов. У нас ничего не приспособлено для инвалидов. Мы верим, что Бог всех исцеляет. А вот и не всех. Я был на Крусеиде. Великих евангелистов. Я знаю, что кто-то встает в клясах. А кто-то в клясах не встает. И они живут. И когда мне задали вопрос вашей отношения, на лече инвалидов в церкви. Это что? Это что-то, не заставит веру. Даноя церкви. Или это объективная данность. От которой никто не отвертится. Я, я, очевидно раз, был застан в раз плох. Я не знаю. Я не знаю. Но мне кажется, мне должно быть милосердными, когда ты попадаешь в штаты, там и в рапортах. И в церквозах. И в супермаркетах. Да где бы там не было? Там все приспособлено. Там нет дискриминации. Там нет дискриминации. У нас на каждом шагу. Там люди чувствуют себя наравне со всеми другими. Я сразу вспомнил, что-то в этой ситуации. Я летел из Осла, в Женеву. И мы с женой уже сели. Сели на кресла. Сели на кресла. Сели на креслос, литмашином. Я смотрю, по проходу идут люди. Сели на ночь человек. Идут один маленький, маленький человек. Идут один маленький человек. Мазиний человек. Это была такая странная картина. Та беда дивеная. Знаете, когда в кругу красивых, зрелых, симпатичных людей, симпатичных людей, появляется человек, ущербный, который, внутри, что-то происходит? Я не знаю, я до сих пор еще не сформулировал. Что это рождается? Какое-то чувство неловкости. Я поглядел. И ужаснулся. Это был человек без рук. Это был человек без ног. Это был человек без кайям. Он просто вот так двигался. Это тело было. Симпатичное тело. Симпатичное лицо. И рядом была женщина. Они сели прямо за нами. Это был христианин. Я узнал, это был тот человек из Австралии, который сейчас проводит даже целое служение. Америки. Оптимист. Говорит об Иисусе, о какой-то конференции. Я не решился не задать вопрос. Я не решился обменяться какими-то контактами. Я сидел весь обуриваемый чувствами и мыслями. Как строить отношения? Как к этому относиться? Как про то оттекти? Я снова почувствовал то знамомое чувство не то, что брезгливости, а чувство некоторой неловкости или негатовности вести какой-то адекватный разговор или диалог. А ведь у Бога к этим людям тоже есть какой-то добрый правильный отношения. Я понял, что нам я не говорю нам я говорю мне катастрофически не хватает катастрофологу петрукст обыкновенной любви к человекам которые не такие как я мне не хватает правильного доброго отношения потому что мне хочется выйти из этого из этого пространства потому что это производит некоторые неприятные ощущения внутри но я понимаю, что Иисус бы реагировал иначе а таких так много у нас же избирательное окружение подобное соединяется с подобным но кто только с Иисусом не встречался и он всех принимал и он всех любил и он всех благословлял и сегодня нам необходимо понимать что нам нужно для того чтобы окружающие люди пришли к Богу реформации 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 приходит через Божи любовь через памазание духа святого я не знаю я не знаю по каким законам этот палач инквизитор савл который влачил женщину мужчину который который был страшным савл Бог по-другому смотрит на тех людей, которые не похожи на нас. Я буду честен с вами, что в реформации сегодня нуждаемся мы в первую очередь. Потому что то, как реформирование сознания церкви, оно сможет реформировать. Общественное сознание вокруг нас, потому что вокруг нас люди разные, люди страшные, люди неадекватные, люди, которые, может быть, сегодня в черных списках среди нашего окружения, но их Бог имеет в виду, а если я их не имею в виду, значит, у нас некий конфликт с Богом. И когда этот палач, инквизитор, у которого руки были по локоть в крови, шел в Дамаск на очередную акцию терора, у него были списки адресов, у него был спецназ, он по адресам приходил, и по эти домам ревались молочи, религиозные фанатики, они брали христиану, наших братьев, твоих и мои. Они издевались на них, они били их, они издевались в тюрьму, и наше отношение к врагам, оно естественное, и даже более агрессивное, и даже более агрессивное, но Бог выходит на арену, и делает все не так, как мы думаем. Вот эти парадоксы, они ставят нас в состоянии глубокой зависимости, от него. И когда он шел по этой дороге, он, когда он шел по этой дороге, вдруг, пекшни, асиял света, гайзману нанадзи пара виņа, Божи присуция была настолько мощная, что он упал, сломашки, на зирга, он слеп, он услышал собственное имя, он, он садзирд июля, июля, саул, 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 Трудно тебе идти против рожного. Кто его промаливал, этого человека? Кто за него стоял в проломе? Многие из нас были молились, Бог, похорони его быстрее. А Бог удивительным образом говорит, нет, похоронить не будет. Похоронили тысячи христиантов. А это мой избранный сосуд. Самое главное нам не конфликтовать с Богом, а соглашаться с его даже парадоксальными решениями. Потому что нам кажется, что Бог мыслит, так как я мыслит, и что моя логика, это как Божья логика, но некоторые вещи, которые Бог делает, они рушат все привычные знания, все привычные схемы. И здесь главное не разочароваться, а позволить Богу, а позволить Богу быть Богом, и согласиться с ним, и согласиться с ним. Саввул трудно тебе идти против рожного. И будучи слепым, он задает открытия вопрос. Кто ты, Господи? Кас ты, кунгс? Я думаю, я служу тебе. Я думаю, что я калдусь тебе. Я саджели, я сражаю тебе. Я сражаю тебе. Он говорит. Я, Исус. Я, Исус. Я, Исус. Ты хочешь санусь сражаться? Ты грибешь мне им сражаться? Давай. Лаби. Выходи. Наци. Давай. Наци. Я так круто. Я ты сражусь. Ты мне войну, Вил. Ты мне кару пить. Ты решишь меня победить? Ты цели мне, Вил. Давай. Лаби. Попробуем. Попробуем. Я, Исус. Я, Исус. С которым ты сражаешься? Кур ты цинишься? Давай познакомься. Я познакомься. Я познакомься. Что-то происходило в нем в совести? Кое-то, что-то в глубинок его естество? Кое-то, что-то в глубинок его естество? Все его знания прокинулись. Все его воспитание. Вся его иудейская культура. Все эти законные установки. Они вдруг, вся эта конструкция рухнула. И он говорит, что ты мне повелишь делать? В этой одной фразе. Шо-то, что ты мне скажешь? Я все сделаю. Я так много сделаю против тебя. Я сознаю. Что ты веришь в совести? Как ты сейчас весь. Висправить. Лабора. Три дня. Три дня. Он не видел света. Три дня. Ничего не видел. Три дня. Пери варевал все это. Три дня. Три дня. Пери трубаться. Парстрады процесса. В глубинок его сердца. Виņа сердца дзи�льмоз. Я верю. Я верю. Я верю. Ветечу дзица реформации. Реформации бринумием. Прежде чем реформировать языческий мир. Реформировать языческое сознание. Реформировать паганско апзиў, сирцапзиў. Чтобы язычники оставили своих ложных богов. Чтобы язычники опросили свою культуру. Идолопаклонство. Бог. Чьем то сердце. Предварительно. Совершает эту глубинную. Тотальную. Реформацию. И потом апостол Павел. Трижды. Трижды. В полном объеме. Пилнав апостол. Свидетельствует об этой встрече. Никто не может. Невиенс не может. Поменять. Человеческую сирцапзиў. Писание говорит. Реаксти сакал. Дух святой. Святой. Пришет. Аплечит мир. Агрихия. Если мы хотим что-то поменять. Вакруг нас. Никогда. Нечего. Некас. Мы не сможем поменять. Не вересим измейнити. И. Апостол. И. Свидетельствует. Не наполнит наше сердце. Не пилит мусье сердце. Что только Дух святой. Вы можете нажать красную кнопочку, и Духа святой, обличать совесть, и совесть обличать Духа святой, а не изменит парадигму веру, а не изменит парадигму нашей судьбой. Я поняла, что сегодня Бог занимается нами. Я благодарю Бога. Я думаю, что Духа святой работа над нашим сознанием, над шкалой наших ценностей. Я буду очень благодарен. Я думаю, что наши сердца, наши каноны, наши правила жизни, наши правила жизни, Духа святой, будет корректироваться. Светаис Гарстов, корректироваться. Если дашь, то есть одно правила жизни, то есть один принцип жизни, Духа святой, Светаис Гарстов, изменили за этот семинар. Это очень много. Это очень много. Я молюсь о том, чтобы Бог изменили мою отношения, к тему родители, мне говорится, моя молитва, чтобы … waarи… пар �исии умир внутр… парисейс номер текщеней. Моя молитва, чтобы … ману лукшена, Даже утащенная религия, которая ограничивает Бога, чтобы она рухнула. Моя молитва, чтобы никогда человеческие заповеди и придания старцев не заменили заповеди Божьи. Нам нужен Бога. Нам нужен Иисус. Потому что только реформированные сознания сможет изменить это окружающие миры. Аминь. Вторая глава Дианья Апостолов. И будем заканчивать. Дианья вторая глава. При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушными, все были заповеди, и они заповеди, как бы отнесущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находили. Висту нам, куда они сядутся. И явились им раздельяющие языки, как бы огниними, по чили поднаму на каждом из них. У них не поднамы, как у гуны смелы, и исполнили все духа свято, и начали говорить на их языках, как дух давал им правище, так как гарстем Деви изринал. В Иерусалиме же находились иудеи, но иерусалиме дзиво иуде, под небесами. Смотрите, кто там был. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в сметение, ибо каждый слышал, их говорящих его на речи, и все изумлялись, и дивились, говоря между собой, все говорящие не все ли, галилеяне, Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите обещанное отца. Вы никогда не сможете реформировать общество. Если дух свято не обличит мир о грехе, вы примите силу, когда сойдет на вас дух свято, и вот тогда начнется самое главное. Если вы уйдете раньше времени, кроме религиозных дебатов, кроме столкновений и мнений, ничего не получится. Но задача, которая стоит перед церковью, на самом деле поставить на колени перед именем Иисуса всякого человека, чтобы все народы пришли и склонились перед Господом. Все, все здесь были разные люди, открылись небеса и дух святое сошел, и все говорили на языках. Друзья, осознаем ли мы до конца это или не осознаем? Но в каждой церкви нового поколения должна быть очень глубокая, глобальная и обширная молитвенная жизнь. Мы должны говорить на языках, и огонь Божий должен всегда пребывать на алтаре нашей молитвенной жизни. Потому что в Духе Святом имеются ключи к человеческой грешной совести, к религиозной совести. Только Дух Святом обличая мир о грехе, он может привлечь человека. Итак, Парфиани, Медяни, Еламиты, жители Мезопотами, Иудеи, Кападокии, Понта, Азии, Фриги, Памфилии, Египта и честей Ливии. Обратите внимание, вся цивилизация, Египта, Ливии, где сегодня война идёт, Фриги, Памфилии, Киренцы, Киренцы, это те, которые из язычников пришли, Критяне, Аравитяне, слышали их нашими языками говорящими о великих делах Божьих. Моя молитва, чтобы излияние Духа, происходило в наших городах. Я знаю, что происходит то, во что мы верим. Происходит то, что мы проведим. И наша цель, чтобы люди собрались сверхъестественные, чтобы люди изумлялись, Бог заинтересованы, чтобы была manifestация Царства Божьих. Перед народами. Моя молитва после этого семинара, чтобы на каждом служении, на каждой евангелизации, на каждой конференции, мы искали самого главного. Моя молитва, и мы понимали, что не пища и пища, не второстепенные, не отширенные, кулинарные, дрезкот, или какие-то еще там культурные вопросы, это все ерунда. Самое главное, Дух Святой, приходи, пусть чуть запрещу, пусть слава Божья пускай, Божи, мы никогда не достучимся до совести. Мы никогда не сможем реконструировать то, что Дьявол разрушит. Дух Святой, нас ставит на всякую истину. Эти люди изумлялись, кто-то начинал их засловить. 37. стиха. Слыша это. Они умилили сердцем, мы сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать, Можи, братья? Петр сказал им, Петерским отбилдем. Пакайтесь и докреститься каждой из вас, во имя Иисуса Хреста, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Я обращаю внимание, что там были люди из Рима, из Крита, из Аравии, из Египта, из Памфилии, из Фриги. Там не было 100 человек и одного какого-то монокультурного общества. Представьте, это было с разных стран. Это были люди разных религий. Это были люди разных-разных культур. И когда они собрались туда, Дух Святой прикоснулся к этой красной точке, кнопки, он включил вот эту программу, программу соответствия творения со своим Творцом, он пронзил этими молниями грешную совесть. И люди, три тысячи, они пришли и сказали, что нам делать? Повторяю, это были люди из разных народов. Это люди были из разных культур. Но они все объединились и придет желаемый всеми народами. Я раздвигаюсь картины будущего. Моя молитва и моя мечта, чтобы вот эта инструкция, вот эти все сюжеты, которые отмечены там, они стали программой пробуждения в Латвии, в наших городах, на нашей земле, где так много разных народов, но нам остается только одна задача. Господь, мы просим Тебя, приди и пусть, Господь, жители нашей страны познают спасение Твое. Я думаю, мечтаю каждого пастера, мечтаю каждого служителя, отнажды услышать, как тысячи людей приходят к Тебе и говорят, что нам делать, пастера Алексея, что нам делать, пастера Давид, что нам делать, пастера Юрия, что нам делать, кто умиляет их сердца, кто размигчает их отчерстелые души, нам нужны Бога. Реформация совести через могущественное излияние Духа Святого. Реформация совести через проповедь в огне Духа Святого. Реформация совести через manifestацию Божьих знамений и чудес. Боже, мы хотим видеть славу Твою. Давайте закроем глазами, давайте склоним нашу голову и давайте будем молиться об этом. Дух Святой, мы просим Тебя, в это время, когда мы склоняемся перед Твоем, начинай действовать. Садь дарбов. Мы нуждаемся в реформации нашего собственного мышления. Я прошу Тебя всякое закорузло понимания жизни, всякие примитивные представления о вере. Раздвигай все, что Тебе не нравится, выметай. И все исполнились Духа Святого и начали говорить на языках. Церковь, исполняйся Духом Святым и начинай молиться на языках. Сила Божья, Духа Святого и начинай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы так часто все ревизировали Мы так часто всем говорили, что надо делать, а пришло время сказать, что повелишь мне делать, Господи. Мы устали от того, что раздавали задавали задавал DimaTorzok Сегодня мы говорим, что ты повелишь мне делать, что ты повелишь мне делать, и я это исполню, и в то время, когда ты будешь брать хлеб, Когда ты будешь обновлять завет, говори эту фразу, что ты повелишь мне делать, и я это сделаю. Мы всё равно, кто как одевается. Мы всё равно, кто как молится. Мы всё равно, кто как съезд или никаких продến Господи, я хочу быть счастливым с тобой, я хочу, чтобы ты был счастливым с нами. Чтобы в наше отношении никто нам не мешает, не ведь мусси. Я хочу любить так, как ты любишь, принимать людей вокруг, таким, как они они хотят, научи меня, научи меня, нести свет, Откровение, 14 глава. 14-я нодаўа написано, И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил часу до Его поклонитесь сидяя сотворившему неба землю и все, что в них. Убойтесь Господа и поклонитесь, когда ты проповедуешь, ты не один, ангели с тобой, и они будут делать то, что ты не сможешь делать. Это потрясающе, понимание, что с тобой сотрудничает ангели. И 17 глава, 14 стих 14 панц они будут вести брони сагнцем, агнцем победит. Мы говорим, победим их или нет. Агнез победит их. Ярс, он победит их. Христианство победит в европейском пространстве или проиграет победит. Агнез победит их. Ярс, он победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь всех царей. И те, которые с ним. И моё желание быть с ним. Он победит их. И я хочу вместе с Агнезом победить их. Я хочу быть в команде Агнеза. Я к чему я так говорю? Агнез про его кровь. Агнез стал жертвы. Искупление за тебя. И я вот с Агнезом сегодня. Искупление за тебя. И когда я возьму этот хлеб. И когда я возьму его кровь. Искупление за тебя. И я хочу быть в твоей команде. Возьми меня. В свою команду. В свою команду. Чтобы не только видеть. Чью-то победу. Кауду. Чтобы добиться. В мести стопу. В Ратистане. Закрой глазами. Патними руки. Пацав руки. И поговори с Агнезом. Я хочу быть в твоей команде. Я хочу победить. Я хочу видеть твою силу. Я хочу видеть твою славу. Я хочу обновить свой завет. Перед тобою. Сломаю. Кирома ханчима кусута. Боже. Мы хотим видеть. Мы хотим видеть. Команду победителей. Мы хотим видеть. Как склоняются враги Божии. Перед тобою. Мы хотим видеть. Как люди разных племен. Народов языков. Признают тебя своим Господом. Гряди Господь. Барадзоуша. Халлилюя. 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 Лембре си дзигрибла штырба. Сатула махара самда. Коя ла махия. Ко ла маханчила ла бриге. Сатула ла макия. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сию, и пьете чашу сию, смерть Господня возвышает, до коли Он придет. Его победа – это наша победа во имя Иисуса. Пожалуйста, подходите, берите хлеб, берите вино, возвращайтесь назад, и потом одновременно мы примем вечерю. Мы с немцем, что вакурием. Молись на языках. Размышляй о притерпевшем над собою. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Дух Святой, я прошу, пусть каждый человек получает откровение. Пусть каждый человек получает Слово от Тебя. Пусть каждый человек реформируется через Твои откровения. Мы хотим быть в команде Агнца. В команде Агнца. О, Агнец Божий, прими нас в свою команду. Научи нас любить, как Ты. О, Дух Святой, научи нас сражаться так, как Ты сражаешься. Научи нас, Господь, побеждать, так, как Ты побеждаешь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя. Я благодарю Тебя за то, что Ты реформировал моё сознание и моё сердце. Я хочу принести плот для царствия Твоей волны. Вокруг меня так много разных людей, которых по человечески невозможно изменить. Но я прихожу к Тебе и прощу Тебе, измени меня, чтобы я измени их. Раздвинь мою машину, преобразуй мою веру, чтобы я смог преобразовать их. Я хочу понимать их так, как Ты понимаешь. Дух Святой, я прошу Тебя, помоги мне явить живого Бога для этих людей. В глубочайшей любви, в глубочайшей мудрости, в явлении Духа и силы. В этот Святой момент, Агнец Божий, я хочу обновить свой завет с Тобой. Я хочу быть в одной командой командой командой, командой победителем. Я хочу видеть всех врагов. Я хочу видеть весьма сетей, положены под ноги Тебе. Я принимаю эту вечер. Я прощу духовную мир. Я в Христе. А Христос во мне. Идал в мире ни что. Дьявол в мире не что Проклятий в мире не что Все и во всем Мой Бог Бог Саваоф Свят Господь Саваоф И вся земля Будет полна Славы Божией Я обещаю тебе Свою верность И свое послушание Я пайду до конца Я люблю тебя И поклоняюсь тебе Ла имисус Амэн Амэн Пожалуйста, участвуйте И 저녁 И И Продолжение следует... 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 Продолжение следует...